иркутск который естественно примечательным наличием озера байкал совсем совсем уж неподалеку ну как 100 с чем-то километров это дачное расстояние народ столько едет того чтобы попасть на дачу ну что это вообще тормозная тормознуто это блин а также великолепные абсолютно драйверской дорожки похоже на то что в топ гирах во всяких показывали свое время как мне подсказывали если я правильно понял это култук хотя может это неправильно интерпретировал вот ответ одного человека на мои stories посвященные такие это я сами дорожки про которые говорю но в общем ошибся то пардон сам иркутск впрочем при всем при том что рядом с ним находятся такие крутые вещи такие достопримечательности или той самой дороги виде байкала стоит грустит сам иркутск при всем при этом он абсолютно ничем не примечательный может быть конечно надо побольше времени провести чтобы чтобы проникнуться атмосферой и настроением но пока что не знаю что такого для себя не нахожу автомобильный ландшафт уже гораздо ближе к среднеевропейскому нежели в той же вот вообще дорогая страна гейма еще ехать велодорожек тут нету гораздо ближе к среднеевропейскому нежели в той же чете которая находится все в тысяч километрах вот ну такие вот например ездят да хайанда элантра киа рио опель астра полу седан пожалуйста фиников маски дофига левые самые рап 4 обычно то что у нас на дальнем масле котируется правые аналоги вот этих вот всех машин ну по крайней мере там всяких 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 рап 4 лексусы вот так блять лексус rx ниссан под finder или x-trail но не все там правы ездят на дальнем востоке фокус пожалуйста иркутский уже там преобладают переворульные версии тех самых машин которые официально продаются у российских дилеров или продавались вот так все старый старый трамвал он не знаю сколько хорошо его сейчас было видно но он старый и убитый водители иркутские по моему очень суетливые судя по тому что я пока наблюдаю прямо на ужасной какой-то светлой волне все что-то месяца туда-сюда там резко перестраиваются обгоняя это так довольно по-безбашенному а потом по трамвайке через сплошную тоже на джипах народ не запариваясь поехал я вроде бы как насколько я могу судить так и так делать нельзя но там есть разрыв но по-моему вот этот этот полос он тут нарисован для того чтобы людям дать понять здесь вам делать нечего тут язык драмвалы марк x заряженную какую-то поехал в общем как-то так город довольно таки никакой вот на самом деле глядя на это в частности я никогда не думал что я в этом признаюсь но я какая-то часть меня теперь издалека сильно издалека одобряет в общем-то тот факт что в россии повсеместно ставят камеры которые штрафуют людей за нарушение потому что в москве ладно водитель сейчас дисциплинированная не говорю кто то какими они раньше были раньше там еще дикий запад был но сейчас они дисциплинированы как и в принципе других европейских регионах нашей страны поездив по дальнему востоку и вот сейчас вот мы в сибири конечно народ вообще отбитый на голову такой беспредел творится на дороге что я совершенно не удивляюсь тому что у нас в этом плане закручивают гайки нашу цель сегодня раз споворотник нормальный образец культуры и 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 в и и и и и и и молодцы. Они, в отличие от других регионов, вкладываются в дороги, а не в камеры. Мы сделали себе отличную трассу, ведущую, как минимум, из Иркутска докуда то, непонятно пока докуда. Вот, при том, что в той же Чите дороги просто удрочены, но зато камер там. В Иркутске на фоне Читы мало камер. Вот, и... О-о-о! Вот сейчас вот как раз то, из-за чего я камеру достал, о чем я хотел поговорить, оно пропало. Вот, в середине виден островок, вот разделитель, да, газонный. А только что... Ну, это было видно на тех кадрах. Ну, во-первых, вот в этот момент я не понимаю, почему нельзя сделать отдельный этот самый островок, чтобы разворачивающиеся могли развернуться безопасно и не мешать тем, кто едет левым рядом. Это ладно. Только что было канатное, в общем, ограждение, при том, что на островок, как бы он никуда не девался, но было канатное ограждение. То есть, ну, канатное ограждение в моем понимании оно делается на тех дорогах, ну, типа Минского шоссе. В том виде, в котором она пока существует, там сейчас проводят реконструкцию, но сейчас она жива вот в прежнем виде, местами. Вот. Там четыре полосы, но там дорога, и это довольно узкая. И... Встречку. Помимо этого канатного ограждения, в принципе, ничего друг от друга не отделяет. Там полосы встречные относительно друг друга. Вот. Поэтому там оно нужно. Хотя и то, если там фура поедет, то канатное ограждение, оно не остановит фуру. Вот. При этом были разные мелкие аварии, когда там чувак, он слегка там из левого ряда чуть левее, там, видимо, заковырявшись в телефоне или еще что-то. Подавался влево и цеплял, цеплялся за это канатное ограждение и пол машины раскурочил. Видел я такие аварии, новинки. Но так или иначе, это вроде бы как безопасно, и там это оправдано, потому что без этого ты запросто можешь улететь на встречку и кого-нибудь собрать. Здесь же, как бы, но островочек. И оно ни к чему, вот это канатное ограждение. Ну, видимо, да, они от Иркутска какое-то время вот протянули, протянули, а потом поняли, что, блин, ребята, нахер оно тут нужно. И вот теперь идет просто этот островок безо всяких этих тросов и ограждений дополнительных. Вот просто, вот как на Варижское шоссе в старые добрые времена, до того, как его реконструировали. Вот. Сейчас я такой вот вайб испытываю, глядя на вот эту дорогу. Не, это я, наверное, напрасно. Так можно. Видал? Видал. На Северский разгон. Это называется «Мир движется нам навстречу». Огни ночного Красноярска. Вот те, что видят камеры, это лишь малая толика, на самом деле их раз в 50 больше мелких. Просто вот не особо чувствителен этот объектив или матрица, или что там вообще у нас за сведочувствительность, я не знаю, не суть. Последние 50 или около того километра, как Красноярска прям проехали по шикарной дороге. Она идеально гладкая. На ней камеры есть, но их немного. Гаишников нету у вас волос совсем. И вообще это, надо сказать, некая тенденция в Сибири. Вот мы тысячу километров проехали из Иркутска в Красноярск, и Гайцов было вообще по минимуму. Расстояние огромное. И вот я жаловался на то, что сибирские водители-беспредельщики. Да, некоторые из них действительно совершают какие-то дурацкие, абсолютно опасные маневры, но в целом, проехав сам тысячу километров по Сибири, начав рысачить, я пришел вот к какому выводу, что все-таки Сибирь, она располагает к тому, чтобы так ездить, немного по-беспредельному, потому что в Сибири ты чувствуешь себя вольготно. Из-за отсутствия гаишников, например, да? И плюс ко всему была просто какая-то хрень. Не знаю, почему я камеру туда навел. Плюс ко всему, помимо вольготности, есть, наверное, некое ощущение, что тебе необходимо все-таки штопорить, потому что иначе ты просто не доедешь, иначе ты прозреешь, пока доедешь до цели, из-за того, что расстояние такие гигантские. Вот, и в итоге мы имеем вот ту езду в Сибири, которую мы имеем, я ее понял, наверное, вот. Так, огни пропали, и вот теперь какая-то просто техническая картинка, какие-то заправки шашлыки, наверное. Все будут завидовать ценам на бензин, которые там были в правей кальто. А я не обратил внимания, что там за цены были. Словно, второй стоил. Там на одной заправке. 92-й стоил 39. Ну вот, еще неизвестно, какого он качества, но в целом, да, это вообще вкусная цена. Хоть наливай в канистру и пей его оттуда. Дешевле минералки. Ну, всегда будет дешевле минералки, что я несу. Пока, надо сказать, ну, мы, конечно, уставать, уставали гораздо сильнее в ходе этой поездки. Особенно между Хабаровском и Улан-Удэ. Там мы как-то пережестили, так пережестили. И под конец там просто никакущие. Последние километры преодолевали пути. Ну вот, сегодня на фоне той ночи мы едем более-менее как бы в состоянии нормас вообще. Никто, я, по крайней мере, не клюю и не пытаюсь головой удариться об руль. Вот. И на нем заснуть. Но, так или иначе, дорога подвымотала. Вот. И во всех городах, в которые мы залетали до сей поры, мы, как правило, пребывали в той или иной стадии вымотанности. И при всем при том, что сейчас мы подвымотаны, и сейчас я немножко так, ну, хочу уже плюхнуться на кроватку, Красноярск производит вполне себе приятное впечатление. Вот. Остальные-то города. Ну, я почему так вот заостряю внимание на состояние, потому что состояние влияет, естественно, на восприятие. И когда ты вымотанный приезжаешь в город, то если он производит удручающее впечатление, то это самое впечатление, оно усиливается, если ты уставший, и тебе жизнь вообще не мила, и тебе хочется застрелиться. Вот. Сейчас я подвымотан, но Красноярск мне, при том, что мы только что через промзону в него въехали, и сейчас едем, в общем-то, по спальнику. Совершенно очевидно и понятно, что это спальник. Дороги хорошие, приятные, гладкие, ухоженные. Сам город тоже я пока не вижу. Может, слишком темно, чтобы видеть разного рода местные ахтунги. Ну вот, и они раскроются потом, когда рассветет. Но пока как бы прикольно. То есть я все чувствую как дома, как будто въехал вот в какой-нибудь Питер или в Москву, или в какой-нибудь другой знакомый, понятный мне город в европейской части нашей страны. Вот. Сейчас мы такие вместе с этим в Пантиак вайбом едем по Красноярску. И, наверное, мне больше про него сказать ничего, кроме того, что завтра, наверное, мне хотелось бы по нему не очень долго, но полазить. Не очень долго, потому что надо в какое-то понятное время, а не сильно позднее, попасть в Новосиб. И при этом сгонять, возможно, в зависимости от погодных условий, к красноярским столбам легендарным. Но все же покидать Красноярск также в том же режиме, в том же темпе, в котором мы покидали Иркутск, где задерживаться совсем не хотелось. В общем, Иркутяне, извините. Может быть, действительно как-то надо... Через 600 миль в целес, поверните номер. Надо... Поверните номер. Бля, хомут. Может быть, надо подольше задержаться в Иркутске, чтобы понять его фишку, но... Мне, если честно, задерживаться там не захотелось, а здесь, наверное, все штуки хочется. Вот как-то так. Красноярск. Ну, а остальные кадры дневного Красноярска я вам покажу уже в следующий раз. Вообще, я хочу сказать, что из всех городов, в которых я к тому моменту успел побывать, Красноярск выделился своей ухоженностью, ну и какой-то домашней атмосферой, что ли. Когда начали мелькать какие-то знакомые вывески типа Пятерочка, Газпромнефть, Альфа-Банк. Все-таки Дальний Восток в этом плане со своими ННК и прочим, это совершенно другая Россия. Короче, именно здесь я почувствовал себя хоть и издалека очень сильно, но более-менее как-то дома. Хотя жить здесь я бы все равно не хотел. Из-за климата. Кстати, за все время нашей поездки мы хапнули только один штраф с камер. Маленькое чудо, кстати, с учетом того, что у нас спидометр не работал. Хотя не то, чтобы наша машина ехала, конечно. И остановленные дорожно-патрульные службы для проверки документов мы тоже были лишь единожды. То и другое произошло в Красноярске. Так что так. На этом на сегодня все. В следующем выпуске будет Новосибирск. Возможно, еще и Омск. Как бы то ни было, но этот цикл потихоньку, к сожалению, подходит к концу. Спасибо, что смотрели. И вот вам вторая повлипательная половина. Приятного! Дисциплинированные обгоняют левым рядом и сразу ставят правые. Молодцы какие! Молодцы! 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 ВОЛНЫЕ ПОЛИЦАНИЕ Это, по-моему, что-то типа Урала, какой-то самый, типа вахтовый грузовичок. Вахтовый! Ой, мы еле тянем горку. А вот у кассажевый фильтр, тот походу даже лучше едет, чем мы. Этот подъем. Ну а вот так выглядит современная как бы итерация нашего автомобиля. Ну как современная, по-моему, через поколение вперед. Чёрно-ланцер называется. Почему на трассе лежак? А. BMW дилер. И... Вот эти вот развороты прямо среди трассы без отдельных кармашков для них. Что вообще? Обычно, ну, разметка уводит. Прямо едущие полосы куда-то вперед и разворачивающихся отдельных кармашек делают. Тут вообще хрень какую-то организовали. Впереди камера. 60. Ага. Ага. Вот она. Наша цель сегодня. Раз. Бесповоротник нормальный. Образец культуры. Дома простого содержания и вытрите, как там. Раньше говорили. Ох. Ох. Если что, тут A90 мы едем 80. Быстрее уже. Окей. Поехали побыстрее. Сверху. Ах. Ну, окей. Поехали попростее. 51 это вообще Мурминск Вот это я понимаю Чувак, дай его Да, прикольно, надо будет в конце каждого выпуска вот так вот делать Ну под музыку, а то комментарии-то эти нахер не нужны А можно и без музыки, я не знаю Разберусь, если сяду за монтаж Заставлюсь это сделать Субтитры сделал DimaTorzok Ох, как далеко там горизонт простирается По все стороны Да, я понимаю просторы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Там перед ним еще кто-то едет Да? Вот это прям вообще Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok